Тема очень интересная и местами, вы знаете, спорная, поэтому я пользуюсь как христианскими источниками, так и еврейскими, ортодоксальными и другими источниками. Причем, вы знаете, что я не делю вот это еврейское, это христианское, да? Я делю на то, что библейское, то, что по Библии, то, что по Писанию, и то, что небиблейское. Есть нечто небиблейское и в еврействе, и есть нечто небиблейское в христианстве, и в том есть тоже библейское. Поэтому у меня много различных источников, и в частности, там, где христианский взгляд, но я люблю этого автора, Дерека Принца, потому что, во-первых, это человек, проживший долго в Израиле, он хорошо знает иврит, он хорошо комментирует Писание, и действительно умный такой автор. Здесь у меня есть еще интересные книги «Благодарение, хвала и поклонение», вот видите, и тоже очень интересный комментарий к псалмам «Струны арфы Давида». Кроме того, я буду еще к этим добавлять тоже перевод. Есть хороший учебник «Хвала и поклонение», это «Пятидесятников школа», программа «International Education Fellowship», вот это, значит, видите, тоже книжка «Хвала и поклонение», вот это тоже из программы христианского образования, это «Пятидесятников», я тоже по этой программе учился, а также буду еврейскими источниками пользоваться. Ну, прежде всего, давайте займемся терминами, разберемся с терминами, что такое хвала, что такое прославление, поклонение и так далее. Вы знаете, что Бог создал человека не просто так, Бог создал человека для какой-то определенной цели. И когда человек находился в общении с Божьим Адамом, да, в общении с Божьим, у него были какие-то особые причины совершать жертвоприношения или нет? Нет. Но он находился вместе с Богом. И я думаю, что это общение Адама с Богом, да, было приятным для них обоих. Но затем, когда были эти отношения разрушены, пришлось делать что-то, что восстанавливало эти отношения. Первую жертву кто принес? Авель, да? Я не знаю, сопровождалась ли эта жертва какими-то песнями, молитвами, об этом ничто не говорит. Но Писание говорит, что он принес жертву угодную Богу. По-видимому, это жертвоприношение было не только молча, взял, зарезал и положил. Ягненка, да, наверное, он что-то при этом сказал, говорил, да, пел. Поэтому я думаю, что это было первое предприношение, не только жертва принесена была в физическом смысле, но и жертва чего? Уст, да? О хвале, о поклонении еще говорится как о жертве уст. О жертве уст, потому что человек иногда хвалит Бога и поклоняется Ему. Хорошо, когда Ему все хорошо и все приятно. А бывают такие у нас периоды, когда мы хотим вообще сидеть и, как говорится, не тронь меня, старушка, я в печали, да? Правда? И вот тогда мы тем более должны хвалить Господа и поклоняться. Даже если у нас все плохо. Есть такая поговорка, помните, я вам уже говорил, что еврей за все хвалит Господа. Если он сломал одну ногу, что он хвалит Господа? Что он не сломал две ноги. Если он сломал две ноги, что не сломал голову. Так что есть за что благодарить и хвалить нам Господа. Поэтому будем, опять-таки, это вопрос терминов и понимание может быть у каждого, но начнем с терминологии. Что такое хвала, поклонение, благодарение? Я вас возьму по Дереку Принцу. Значит, благодарение. Благодарение. Благодарение мы что делаем? Благодарим Господа. Значит, как будет называться это на иврите? То да, да? То да, благодворение. От глагола ле годот. Так, если я говорю благодарю, то что? Моде ани ле панейха. Благодарю я тебя, да? Моде, а женщина что говорит? Мода. Так. А есть заповедь. Да, благодарить. Благодарить. Это что? Это желание нашего сердца или это заповедь? Это желание нашего сердца. Но даже если нет у нас желания сердца, это что? Это конкретная заповедь. Заповедь, помните, митсвы. Это что? От слова цав. Приказ. Митсва. Это Божий приказ. А приказы что? Не обсуждаются. У нас просто нет выбора. Благодарить Господа или не благодарить. У нас нет выбора любить ближнего или не любить. Потому что это заповедь. И мы говорили, что это не отношение эмоций, а решение что? Нашей воли, да? Решение нашей воли, решение нашего сердца. А эмоции приходят, так сказать, в процессе. В процессе, да? Поэтому есть такая заповедь. Хо-ду. Хо-ду. А-да-на-я-ки-тоф. Так. Хо-ду, А-да-на-я-ки-тоф. Благодарите Бога, ибо он какой? Благ. Так. Хо-ду, А-да-на-я-ки-тоф. Ибо вовек милость Его. Хо-ду, А-да-на-я-ки-тоф. Ибо вовек милость Его. Итак, отметьте, что благодарение. Благодарение это что? Заповедь. И благодарением мы признаем Божью благость. Благодарением мы признаем Божью благость. Вот я цитирую Дерека Принца. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благодно Богу с благоговением и страхом. Видите, интересно. В других переводах здесь сказано, будем благодарны. Будем хранить благодать, будем благодарны. Почему? Оказывается, в греческом языке слово благодарю Евхаристия. Евхаристия относится также к корень хариз, благодать. Отсюда мы знаем харизма и харизмат. И слово харизмат это не просто термин какой-то, который для человека, который пляшет и танцует, а тот, который не танцует, тот не харизман. Видите, харизма это особый дар. Дар благодати. И одно из таких же однокоренных слов хора. Хора это что? Танец. На еврите определенный танец, да? Да. Хора. А русское слово какое есть? Хоровод. Да. Хора. Водить эту хору означает хоровод. Да? То есть, видите, хора это танец. Многие люди считают, что танцевать не надо перед Богом. Мы будем об этом говорить еще, но в действительности, вот харизма, хариз и ухаристия, оно происходит от слова хора. Хора – благодать, да? Вот. И даже это мы видим в индийском языке. Не знаю, индусы от нас, они харят все-таки Кришну своего. Да? А греческое слово «здравствуйте», «будьте здоровы» или «привет», как будет? Хайре. Хайре, да? Вот. Кстати, Гитлер откуда взял Хайль? Хай-эль. Жив Господь, да? Или живи Господь. Хай-эль. Так он Хайль себе сделал Гитлер. Да. Хорошо. Интересно, что, значит, для того, чтобы получить что-то от Бога, мы прежде всего начинаем с хвалы. Потому что, если мы не хвалим Бога, да, Бог милостью и благ, то мы закрываем себе дорогу к получению вот этой самой хариз, благодати, харизмы. Как будет неблагодарный человек на юрите? Да, вы все знаете это слово, да? Есть мэ-кабэль, лагул. Получать. Мэ-кабэль. Мэ-кабэль, вот отсюда кабалаш-шаббат, да, мэ-кабэль. Это человек, который получает сколько раз? Много раз. Это глагол продленный такой. Он получил, получает и будет получать, да? Если я только один раз поверил, то я омэн. А если я ма-амин, то я верил, верю и что? И буду верить. Если я мэ-нагэн, играю, играл и буду играть, да? Вот. Если я мэ-ла-мэд, то я что? Преподаватель. Я учил, учу и буду учить вечности. Итак, мэ-кабэль это длительное время. А глаголы па-аль, о которых мы говорили на иврите, видите, которые о становятся в настоящее время, есть, оказывается, такой глагол. Ко-бэль. Вы помните, что глаголы существительные в иврите очень схожи друг с другом. Если я шомер, да, я могу быть сторожем или сторожащим. Ко-бэль это человек, который получает сколько раз? Мэ-нагэн. Один раз. Неблагодарный человек на иврите. Ко-бэль. И в этом нет никакого ругательства. Мэ-кабэль. Да. Мэ-кабэль это длительное время. В этом нет никакого ругательства, просто многие ругательства почему-то связаны с ивритом. Я думаю, что это дьявол постарался, понимаете. Да? Но человек неблагодарный, это тот, который сколько раз? Один раз. А почему он один раз получает? Не благодарит, да? Не благодарит Бога. То есть он неблагодарный. Мы можем получить исцеление, и если мы не будем благодарить Бога, то что? То и все, может даже исцеление потом потерять. Не потому, что Бог забудет обратно, а потому, что мы пойдем в такое место, где вся благодать Божья будет нейтрализована другими вещами. Правда? Да. Итак, отметьте, значит, если мы неблагодарны, то мы вне благодати Божьей. Вот поэтому и говорится, что будем благодарны или будем хранить благодать. То есть будем благодарны и будем хранить благодать. Это два совершенно одинаковых перевода. А два совершенно одинаковых перевода по и тот, и тот по важности, по значению. Это мы уже говорили. Евреям 12 глава, 28 стих. Значит, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, так, с благоговением и страхом. Видите, интересно. Благоговением. Как, значит, быть с благоговением? Да? Да. Значит, мы признаем Бога своим царем, да? Мы преклоняемся пред Богом, да? И все, что мы делаем, мы проверяем по Божьему стандарту. Благоговением. Благоговением. Гове, значит, это что есть? Сущие, да? Благоговение. Это хорошо. Сущие, если можно так перевести. Если взять русские и еврейские корни. То есть мы смотрим на Бога. И мы все делаем, стараемся так, чтобы быть благоугодными. Угодными Богу. То есть некоторые вещи нам кажутся хорошими, что в наших глазах, но в глазах Божьих, какими они кажутся? Не очень хорошими, правда? Вот. И со страхом. И здесь какой страх говорится? Божий. И-ра. И-ра-ша-майм. Сейчас. И-ра-ша-майм. Страх Божий. Мы будем разбирать, как переносили ковчег. Ковчег. Ковчег завета, да? В 15 главе 1-го параллелипоминона. Мы будем разбирать позже. И мы увидим, там было все. Там было веселье, радость. Но чего не было? Благоговение и страха перед Господом. И закончилось с тем, что один из тех, кто участвовал в этой процессе, погиб. Правда? И-ра-ша-майм. Если обычно страх имеет корень пахат. Пахат. Это просто страх. А здесь и-ра. Ша-майм. 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 И-ра. Какой корень? Ра. Что это означает корень? Плохой. Нет. Вот такое ра плохое. Свет. Видеть. Смотреть. Да? Да. Помните? Все передается по небесному лучу. Да? Мы сегодня стихи читали. Все. Все передается на небо. И-ра. Он увидит. Бог увидит. Да? То есть мы всегда все сравним и думаем, что Бог увидит. Это есть страх Божий. Это есть почтение. Это есть благовение. Да? Это есть почтение. Это есть благословение. Благовение. То есть этот страх, он парализует человека. Он ведет к осуждению. Да? А этот страх ведет к кому? К Богу. Да? И Ша-майм, слово Ша-майм, это синоним. Вы помните? Имя Божие не принято постоянно употреблять. Да? Поэтому иногда говорят И-ра Ша-майм, иногда И-ра Малка. На Ашкенасском. Что это? Малка. Да. И-ра Малка. Да? Это, видите, покров, который тоже означает, что я чту, почитаю кого? Царя. Да? Малка. И-ра Малка. То есть это, видите, какой страх Бог увидит. Бог увидит. Хорошо. И-ра Ша-майм. Это тот страх, о котором мы говорили с благовением. Да? С благовением и страхом. Вы знаете, люди иногда подходят к Богу только с радостью, да? Вот, только с любовью, но без страха Божьего. Мы в эту субботу изучали отношения Авраама с Богом. И мы говорили, что действительно Авраам, ну, вот таких отношений, как у Авраама с Богом, ни в одного из верующих не было. Правда? Ну, и еще он сам Господь, да? А вот у других людей, помните, мы говорили, завет Моисея. Как происходил завет Моисея? Бог сидел на горе, да? Моисей поднялся к Богу. А когда совершал завет Авраам между частями, то где был? Авраам был внизу, и Бог что сделал? Спустился к нему. Да? Видите, как интересно. Значит, с кем ближе отношения с Богом были? У кого? У Моисея или Авраама? Да? Авраам назван другом. Другом Божьим. У него была замечательная любовь. У него были замечательные отношения. Но чего-то не хватало. И Бог сказал, что? Пожалуйста. Помните, был какой-то человек, приходил к Иисусу, и говорил, вот я хочу быть совершенным в Царстве Божьем. Ну, что ты делаешь? Что-то, то-то, то-то. Одному тебе чего-то не хватает. Вот так и говорит Господь. Хорошо. Хочешь, чтобы наши отношения были совершенными? Пожалуйста. Возьми своего сына, единственного, которого ты любишь, и принеси его в жертву. И когда происходил этот процесс, слава Богу, еще жертву не принес, но уже Авраам был в процессе. Он не просто подумал, что, ну да, надо что-то принести в жертву. Он не просто пошел на гору моря, он уже схватил нож, да, и, может, оставалась доля секунды до того, как он его зарежет. Да? То есть, он уже совершил какое-то действие, еще не закончил. Да, ну и совершил. Значит, в этом процессе говорит голос с неба, да, и говорит ангел. Это удивительный ангел, который он странно говорит. Значит, да, что так, вон, тебе говорит Господь, да, за то, что ты, не ангел, как говорит, да, говорит, что ты послушался меня, да, но он говорит как бы от имени своего, не от Господа. Это ангел бы сказал, так говорит Господь. Он говорит, за то, что ты слушался меня, да, удивительно. Вот. И что? У тебя уже есть что? Страх Божий, да? И тогда врата твои потомки обладеют вратами врагов твоих. Помните, про церковь говорится, что врата ада не одолеют ее, да? Вот. Но это говорится о какой церкви? Которая находилась в гонении, да? Но есть еще какая-то церковь, которая будет из сынов Авраама, и эта церковь, эта община, что? Овладеет воротами врагов своих. В русском переводе сказано, что она овладеет городами. Но ворота, вы знаете, что? Ворота – это место, где находились, да, старейшины, кнесет. Кнесет – вход, кнеса, да, ворота. То есть даже самые силы ада и мироправителей тьмы, они не только не одолеют нас, да? Но мы одолеем. И для этого надо быть настолько совершенными, насколько совершенен был Авраам. И в чем совершенство Авраама появилось? То, что у него было любовь и что? И страх Господень. Есть люди, у которых много Божьего страха, но нет любви к Богу. Все может быть. Но большинство, смотрите, ислам. Ислам – это религия страха, да? У них большое почтение к Богу. А откуда вы знаете, что не тот Бог? Аллах – это одно из имен Бога. Я лично, это мое личное мнение, что лже-религия ислама не в том, что нет Бога, кроме Бога, а в том, что Магомед – его пророк. Вот это я считаю неправильным. Вот. В этом смысле. Ну, хорошо, мы сейчас не будем углубляться за счет религии, да? Есть, вы знаете, что и в православии, и в католичестве многие люди, боящиеся Бога. Да? Был богобоязнен кто? Корнилий. Но для того, чтобы познать Бога, да, ему нужно было нечто особое. Откровение от Ишуа. Правда? Вот. И это откровение должен был ему кто принести? Петр, да? Да. Есть сейчас в наших евангелических церквях люди, которые любят, а страха нет. Или есть страх, но не любят? Есть и те, и другие. Есть те, кто любят и боятся, да? Это чем-то похоже на те фрукты, которые мы используем, да, для нашей вот суки. Правда? Есть страх Божий. Но самое главное, если есть и то, и другое, да? И одни люди начинают с любви к Богу, а другие начинают со страха. Это уже начало мудрости, страх Божий, да? Хорошо. Понимаете, это две вещи, но это настолько неразделивые вещи, как два полюса магнита. Вот нет магнита только с южным полюсом, без северного, да? Нет положительного заряда, если нет где-то рядом отрицательного заряда. Правда? Вот это такие же вещи. И в таком же смысле они существуют. Хорошо. И вы знаете, Ефесянам известная пятая глава, 18 стих, выражение. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Да? Исполняйтесь духом. И дальше что говорится? Дальше говорится о том, что происходит, да? Когда мы находимся в Божьем собрании. Когда мы исполнены духом святым. Нашли? Да. Сейчас я на это место. Ага. Вот 19 и 20 стих. Значит, говорит, в русской Библии написано, «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песняпениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Да? Вот. И выяснилось слово «назидать». Это у нас такое официальное, важное, важное такое слово. Да? Вот один сидит, а все назидаются, а я всех назидаю. Потом я выхожу на трибуну, опять вас всех другой кто-то назидает. И так далее. Значит, в действительности употреблено слово, которое означает говорить, рассказывать, беседовать, а также возвещать. Совершенно другой перевод, если мы по-другому поймем. Мы что делаем? Мы не сидим, и кто-то нас назидает, а мы беседуем. Беседуем, да? Мы просто находимся в общении, мы находимся в беседе. И дальше употребляются слова, которые нам знакомы. Видите, псалмы. Псалмы – это если, опять-таки, я беру, пытаюсь сообразить, как бы это звучало на иврите. Потому что кто это писал по национальности? Кто он был? Еврей. С кем он говорил? С евреями, да? Вот мы живем на Украине. Но мы знаем все русский язык. Я русскоязычный, вы русскоязычные. Да? Я могу с вами говорить сейчас по-украински? Вы поймете меня, да? Но я буду иметь некоторые затруднения, и вы будете иметь некоторые затруднения. Правда? Поэтому я думаю, что еврей с евреями на каком языке я говорил? На еврейском. Итак, псалмы. Тегелим. Тегелим происходит от слова халель. Да? Халель – хвала. Итак, псалмы – это тегелим. Какая книга называется тегелим? Тегелим. Да. Библия. Есть книга, которая так и называется. И там содержатся псалмы многих авторов. Есть псалмы Моисея. Есть псалмы сынов Кореевых. И есть псалмы какого автора? Давида. Очень удивительный человек, который много написал для Господа. Итак, тегелим. Это то, что называется псалмами. Или в действительности это песни хвалы. Дальше. Словословие. Словословие – там употреблено еврейское слово, которое мы все знаем. Гимн. 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 Ну, знаем? Гимн. Да. Союз нерушимых. Республик свободный. Да. Это что? Торжественная? Торжественная песня, да? Гимн мы можем перевести как торжественная песня. Да. Торжественная песня. Вот это есть переведено словословие. Дальше. Следующее в русском языке стоит песнопениями. Песнопениями. Это мы все видим. Все разновидности хвалы, да? Мы записываем. Значит, употреблено какое слово? Ода. 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 Знаете, Ода на восхождение царицы такого-то, да? Да. Да. Значит, песнопениями духовными. Ода какая у нас будет? Пневматическая. Пневматическая. Можно перевести как шир. Пневматическая, духовная, буквально написано, да? Ода приматикос. Какая? Пневматическая, духовная ода. Да. Пая. Пая. Так. Буквально славля песнями. Значит, там, где реческая ода, правильно, тут мне добавили, шир, можно сказать. Дальше. Пая и славля, это означает славля песнями. И мы дальше будем видеть этот террин, называется зэмер, да? Зэмер. Помните? Мизмор ле Давид. Есть выражение, когда говорится о псалмах Давида, да? Вы замечаете там? Псалом Давида. Она подописана мизмор ле Давид. То есть, зэмер, это петь под музыкальный аккомпанемент. Зэмер, да. Зоммер, в настоящее время женщина зоммерит, мужчины и женщины зомрим, да? Женщины зомрод. Хорошо. В фильме, что можно говорить со селом. Селом, это означает пауза. Да. Следующее. Пая, оказывается, и воспевая. Это разные. Это разные вещи, да? Можно петь и воспевать. Вроде бы синонимы, да? Итак, пая, можно там употребить слово зэмер. А воспевая, имеется в виду мелодия, напев. Нигун. Нигун. Итак, мы видим, что здесь шир, да? Тегелим. Значит, шир, ширим множественное, да? О том, что зэмер и нигуны. Оказывается, слово нигун есть и в Новом Завете. Только оно, а? Шир, шир. Пять, пять. Воспевая. Да. Да, да. И воспевая. Пая, это значит, имеется в виду зэмер. Воспевая. Я буду писать эти термины чуть попозже. Воспевая. Значит, это в том, нигун, нигун. В сердцах ваших Господом. Нигун, он откуда идет? Из сердца. Что такое нигун? Мы уже с вами проварили, да? Да. Это мелодия без слов или с небольшим количеством слов. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, да? Вот, и так далее. Общий рябом. Даже какие-то слова, в общем-то, совершенно не духовные. Но эта песня идет откуда? Из сердца, да? И мы говорим, что это чем-то напоминает говорение на языках. Я вам потом нарисую схему мозга, и вы еще тоже будете знать. Я сейчас даю ознакомление просто с этой терминологией. Итак, мы видим здесь, значит, нигуны. Воспевая. Нигун идет в сердцах Богу. И опять, благодаря за все Бога и Отца, во имя Господа нашего, и еще Мессии. Да, во имя. Во имя, это означает не только. Я благодарю тебя во имя Иисуса Христа. Что такое имя? Это сущность, да? Вот. Крестя их во имя Отца и Сына, да, и Святого Духа. Это погружая, да, в смысле даже сущность Отца, Сына и Святого Духа. Итак, мы все это должны поспевать, и так далее, где быть погруженными в Ешуа Мессии. Вот, если маленький взять строчку, да, и прочесть ее с еврейским контекстом. И еще есть фессалоникийцам определенные заповеди. Это заповеди Нового Завета. Первая фессалоникийцам, пятая глава, шестнадцатая-восемнадцатая стих. Так, всегда радуйтесь, да, непрестанно молитесь и за все, что? Благодарите. И говорится, что это есть заповедь, потому что такова для вас воля Божия Ешуа Мессия. Отсюда мы можем сделать вывод, что если мы неблагодарны, если мы неблагодарим Бога, то что мы? Да, мы находимся вне заповеди, да, вне благодати. Итак, мы уже говорили в самом начале, и это может на тесте быть, да, благодарением, что мы признаем Божью благость. Харис. Помните, мы говорили? Харис. Отсюда слово харизма. Хвала. Хвала. Как будет хвала? Тегила. Тегила, да, халель. Да. Да, халель. Халель, значит, тегила. Это хвалой мы признаем Божие величие. Хвалой мы признаем Божие величие. Интересно, что хвала и хула, они очень похожи друг на друга. Смотрите. Халель. Халель. А если мы так напишем? Хи-луль. Это будет хула. Да? Мы можем хвалить Бога, и мы можем хулить Бога. Можно производить одни и те же действия, да? Помните? И придут какие-то неверующие, и увидят, что вы что делаете? Беснуетесь. И это будет не хвале Бога, а как? Хуле. Да? Вот. Значит, ха-лель. Ха-лель. Значит, отсюда хвалите Бога. Ха-ле-лу-я. Хвалите Бога, да? Это не слава Богу, а хвалите Бога. Может быть, на тесте у вас будет разница, да? Где слава Богу, а где хвалите. Хвалите Бога. Ха-лелу-я. Да, да, интересно, знаете, как здороваются эфиопы? Они, мы говорим, здравствуйте, да? То есть, будьте здоровы, в смысле. А, говорим, спасибо, что означает, спасибо, это что? Спасибо Бог, да? А по-эфиопски, здравствуйте, ха-лел-е-ле. Ха-лел-е-ле. Ха-лел-е-ль. Ха-лел-е-ль. Хвали Бога. Да. Ха-лел-е-ль. Вы знаете, что эфиопы, они тоже имеют отношение к евреям. И мы будем говорить об эфиопской литургии, что она имеет очень сильные еврейские корни. Итак, а сама песня, да? Те-ги-ла. Те-ги-ла. А в салмы как будет? Те-ги-лим. Те-ги-лим. Значит, ха-лел-е-ль, это, да, наша хвала Богу. Итак, хвалой мы признаем Божье величие. Хвалой мы признаем Божье величие. И еще есть поклонение. Помните, придите к Богу, да, и поклонитесь на Его святой горе. Ве-ги-ш-та-гаву. Видите, я смотрел словарь поклонения. И в современном, вот, кстати, ирис в этом словаре нет этого слова. Есть просто авада. В смысле, как работа, служение. Вот. Г-и-ш-та-гав. Значит, корень. Л-е-ги-ш-та-гав. Л-е-ги-ш-та-гав. Такое сложное для написания корня. Л-е-ги-ш-та-гав. Л-е-ги-ш-та-гав. Вам не сложный разбор таких? Сложновато, да? Ну, я думаю, все-таки, какой же тут корень? Ищите, ищите корень. Л-е-это, скорее всего, инфинитив, да? Г-е-это имеет отношение к форме глагола. Т-е-это тоже приставка, да? Корень какой? А-гава. А-гава, да. А-гава. Ну, вот, здесь л-е-ги-ш-та-гав, да? Поклоняться. Но вообще-то правильнее было бы написать, если мы посмотрим, это глагол гид-поэль. Л-е-гид-ше-а-гав. Если бы мы правильно написали, абсолютно правильно, мы бы записали л-е-гид-ше-а-гав. Где гид, это что? Соответствует ся. Да? А-гав означает любить. Ш-е, что люблю. Но почему же здесь написано не гид-ше-а-гав, а гиш-та-гав? Потому что есть такой корень, сэ-хэль, всматриваться, да? И есть л-е-ги-ста-хэль, ми-ста-хэль. Опять-таки, ми-ста-хэль, э-стэ. Просто так легче выговаривать. Я жил на Сахалине. И я жил в поселке, который называется Чир-Умвд. Попробуйте выговорить Умвд. 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 Выговорите, да? А все русские называют Чир-Умвд. Потому что Вунд легче выговорить, чем Умвд. Это язык, сходный с местных людей, сходный с языком алиутов, эскимосов, жителей Северной Америки, индейцев Северной Америки. Русскому человеку трудно. Вот такое же получилось. Значит, ле-гид-ше, ле- это инфинитив, гид-ся, шэ-а-гэв. Гид-а-гэв это что мы будем сказать? Влюбленность. А шэ означает что? Значит, буквально, если разобрать это слово, поклоняться означает показать свою влюбленность. Да? Поклоняться, показать свою влюбленность. Показать свою влюбленность Богу. Знаете, можно там где-то любить кого-то злощное по интернету и никогда не открыться тому, кого любишь. Правда? Надо показать человеку свою любовь. Может, мужчина, как говорится, любит женщину и никогда ей не открыться, и они никогда не будут вместе. Правда? Да. Значит, поклоняться, это если разобрать это слово, то что? Показать свою любовь, или показать свою влюбленность. Влюбленность своего. Поэтому, да, но здесь просто тэшэ переставлены местами. Я еще раз говорю, это просто для простоты произрешения. Вот. Гишта гэву, гидшэ агэву, видите, труднее. Гишта гэву. Это что значит? Да. Ишта гэву. Так. Бэгар качо. И поклонитесь ему на святой горе. Ромэму. Привознесите. Аданая элогейну. Вэгэштага гэву. И поклонитесь. Бэгар качо. На святой его горе. И поклонение, это еще более близкое отношение к Богу. Да? Поклонение, пишите, это высшая способность человеческого духа, которая приводит нас к Божьей святости. Да. Можно подходить к Богу, да? Но можно находиться в Божьей святости. Может что-то нечистое находиться? Может что-то нечистое быть в Божьей святости? Правда? Итак, благодарением мы признаем Божью благость, так? Хвалой мы признаем Божье величие. Поклонением мы признаем Божью святость. Пишите определение, да? Поклонение – высшая способность человеческого духа, которая приводит нас к Божьей святости. Это высшая способность человеческого духа, которая приводит нас к Божьей святости. Итак, конец урока.